Законопроект о снятии моратория на проверку частных медучреждений, аптек и салонов красоты был внесен в Комитет по социальным вопросам еще 2 марта. Инициатором выступила депутат Махабат Мавлянова. По словам нардепа, из-за того, что перестали проверять частные медучреждения, число инфекционно-больных увеличилось. Цель закона проекта – дать возможность проверять с медцентров, фармацевтические учреждения, стоматологические клиники, ветклиники и салоны красоты. Без предварительного уведомления. Число инфекционно-заболевших растет. Многие граждане не знают, где именно заражается, и в этом заключается проблема. В стоматологиях и частных клиниках в некоторых случаях используют нестерилизованные инструменты. С этой проблемой к нам обращаются граждане. Вот, например, сейчас проверяют лишь один раз в пять лет, а нужно хотя бы два раза в год. Законопроект был внесен на рассмотрение Комитета после заключения правительства. В Министерстве экономики дали нам несколько поручений. В Минздраве поддержали. Когда Минздрав дает медучреждению лицензию, то, возможно, у них дезинфицирующая аппаратура соответствовала нормам. Но по истечению пяти лет они либо убирают, либо аппаратура выходит из строя. Но сейчас их никто не проверяет. С этим согласен и активист Нургазы Батрбеков. По словам мужчины, мораторий на проверку частных медучреждений в интересах бизнеса, а про здоровье граждане и вовсе позабыли. Я случайно одного стоматолога снял. Я тогда не знал, что им ввели мораторию. Тогда меня потаскали. Потаскали, и тогда я узнал, что действительно моратория. А я не мог туда зайти и снять так, как мораторий. Надзорные органы тогда мне сказали, какой ты простой гражданин. Надзорные органы не могут туда зайти. Как туда ты зашел? Ну а Министерство экономики данный законопроект поддержало. Допустим, количество проверяющих органов было сокращено за 8 лет с 21 до 10. То есть сейчас только 10 государственных органов имеют право вообще проверки осуществлять. Более того, в прошлом году на 2 года, с 1 января прошлого года, еще этот год весь, установлен мораторий на проверки субъектов предпринимательства. Что это дает? Это действительно дает возможность предпринимателям легче проводить свой бизнес. Есть, впрочем, и противники снятия моратория. Они считают, что по-прежнему нерешеным остается вопрос по недопущению коррупционных проявлений во время проверок. Депутатам предстоит теперь найти баланс, чтобы не навредить бизнесу и одновременно позаботиться о здоровье граждан. Для справки отметим, больше всего гепатитом заражаются в кабинете у зубного врача. Эту информацию подтверждают специалисты. В Кыргызстане заболевших этим вирусным заболеванием около 400 тысяч. По статистике почти 57% гепатитом С, 63% гепатитом Б заразились после посещения стоматолога. В салонах красоты 12% заразились гепатитом С, гепатитом Б 25%. Кубат Хуанч Бекулу, Джанарбек Доктор Бекулу, НТС.